Друзья, всем привет! Я снова на связи, ну, на ютубе, потому что в телеграме я каждый день практически на связи, но когда я куда-то уезжаю, я ездил в Москву по делам, возможно, скоро будет отчет, что я там делал. Иногда нет возможности записать видео, поэтому кто хочет смотреть, следить, что покупаю, продаю, видео, ссылка на телеграм в описании, там все увидите, я сейчас за все дни не буду на ютубе это рассказывать, что покупал, что продавал, возьмите, да посмотрите, ну, есть такая возможность. Вот, в телеграме я текстовый файл стараюсь каждый день писать, в видео, ну, не всегда получается, иногда в дороге, иногда еще что-то. Ну, поехали! По сегодняшнему дню. Сегодня из основы ничего не брал, но допов немножко окупил. Допы, напоминаю, это те компании, которые по каким-то определенным причинам не проходят долгосрочный инвестиционный рейтинг. Это могут быть разные причины, допустим, вот, я писал, что там Абрау Дюрсу, допустим, в допах, но нет в ВР. Почему? Ну, низкая ликвидность, относительно небольшие активы, там, и так далее. НМТП, ликвидность большая, да, активы серьезные, но переориентация товарных потоков тоже не позволяет ее включать в инвестиционный рейтинг. А в допах она есть, и, в принципе, очень хорошо на ней зарабатывают. Вот мы последние дни там четвертого купили НМТП, да, потом там продали сразу плюс, ну, там, какого, я не помню, плюс 20%. Сегодня опять купили, опять плюс 7%. Ну, то есть, на допах очень хорошо зарабатывается, но есть различные категории портфелей и различные стратегии инвестирования. Вот, допустим, долгосрочная такая спокойная, пассивная стратегия инвестирования. Там вот только гиганты. Новотек, Газпром, Сбербанк, Токмейф, Лукоил. Ну, как, и, конечно, есть определенные компании, которые не могу не включить. Это КАМАЗ. Это, конечно, не гигант, да. КАМАЗ, Позитив, ДВМП, но которые прям в долгую, в долгую, очень хорошим потенциалом роста обладают. Вот. В пиратах допов много, да. Там Совкомфлот, НМТП, Абрадюсо, Казанерксинтез, Нижнекамс, Нефтехим, там много всего. Белуга, ну, много допов. Вот. А активные, которые я освещаю в этом году, я напоминаю, что я каждый год разные портфели освещаю, чтобы раньше пытался освещать все три одновременно, а люди путаются. Допустим, я купил, да, допустим, что-то, да, а в другом портфеле продал. А мне говорят, так, Антон, ты же продал. Я говорю, да это разные портфели. Вот. И чтобы люди не путались, я там, ну, один год освещаю долгосрочный, в этом году освещаю активный. Вот. Посмотрите, кому интересно. Ну, в Телеграме, кстати, иногда и из пиратов, и из долгосрочного тоже скрины прилагаю для интереса. Вот. А активный – это симбиоз такой, этого долгосрочного портфеля пиратского. То есть там допы тоже есть, и иногда их покупаю. Либо на ТО, если активный 1.0, либо по точкам входа, если это активный 2.0. Так. Ну, поехали к вашим вопросам. Давно, да, в видеоформате не отвечал на ваши вопросы. Первый вопрос. Есть ли смысл покупать Мосбиржу? Смысл покупать какие-либо акции, я вижу в том случае, если я вижу, что есть большая вероятность увеличения денежных потоков компании. В случае с Мосбиржей она есть. То есть количество счетов растет прямо на сотни тысяч счетов в месяц. Растут количество клиентов Мосбиржи, количество брокерских счетов. Растет обороты. Мосбиржа не просто счетов, а обороты именно. А Мосбиржа получает деньги с оборотов. Растет привлекательность российского фондового рынка, так как люди уходят из недружественных, так сказать, стран, да, инвестиций. И все больше и больше финансового грамотства приходит в нашу страну. Соответственно, вероятность того, что Мосбиржа будет получать больше денег, больше комиссий, люди будут больше инвестировать или торговать, она есть. Ну, конечно, поэтому смысл покупать Мосбиржу, на мой взгляд, есть. Следующий вопрос. Мнение по компании мать и дитя. Они в российскую юридическую переходят? Ну, как перейдут, так будем о них говорить. Сейчас смысл какой. Следующий вопрос. Пока они не в российской юридикции. Следующий вопрос. На какие IT, хай-теч компании можно обратить внимание, кроме позитив Яндекс? Ну, Яндекс я не покупаю, что он не в российской юридикции, позитив покупаю. Причем он в основном на инвестиционном рейтинге. На нашем рынке не так много компаний, которые занимаются такими технологиями, но есть компании, которые в числе прочей своей деятельности занимаются IT, искусственным интеллектом, облачными вычислениями, хранением данных и так далее, и так далее. Это среди прочих, что здесь не основная деятельность, но большая часть в этом есть. Это Ростелеком, это МТС, это Сбербанк, да, у него одно из крутейших направлений в IT сферы. И, конечно же, это моя любимая ФК-система, которой принадлежит компания Citronix, которая ведет просто крутейшие разработки по части высоких технологий. Следующий вопрос. Подскажите, Россети продавать-покупать? Россети я не покупаю, не продаю. Почему? Я даже для краткосрочных спекуляций, то есть вот эти допы, да, я покупаю компании, которые имеют ясную, понятную картину влечения денежных потоков. Вот я вижу, что вот я рассчитал, так-так-так-так-так, я могу там, если там, допустим, рынок обвалится, я все равно могу смело ее докупать, потому что, ну, знаю, что у нее там все хорошо, так сказать, да. По Россетян непонятная картина в связи с общей, с общими переменами на энергетическом, в энергетическом секторе нашей страны. Поэтому я ее не покупаю, не продаю. Где-то вопрос сразу про энергетику был, сейчас отвечу. Добрый день, как вы относитесь к сектору электроэнергетики? Есть ли потенциал у Интерао? К сектору электроэнергетики отношусь хорошо. Но, говорю, когда вот некоторые компании энергетически попадают под такую перетрубацию, где там сильнейшее разделение, либо приобретение активов, которые, ну, непонятно мне, как будут происходить, я на какое-то время откладываю эту историю, как Россеть и Росгидро, да, и потом могу их включить. То есть, что сейчас у меня есть в портфеле, в портфелях, да, из электроэнергетики, это Интерао и Н+. Н+, очень интересный, я на нем очень хорошо зарабатываю. Ну, в разных портфелях в разное время, естественно. Н+, и Интерао входят в основные инвесторы на рынке, то есть, они сейчас в долгосрочном портфеле есть, но в активном и в пиратском, и пока их нет. Ну, в настоящее время, потому что иногда покупаю, иногда продаю. Следующий вопрос. Антон, скажите, пожалуйста, какие компании из нефтяного сектора считаете более перспективным? Спасибо. Луко, считаю, перспективной компанией. Что такое перспектива вообще, ну, с моей точки зрения? Это вероятность увеличения денежных потоков. Поймите, вот есть какая-нибудь компания, крутая, да, Но с чего ей расти? С чего? Вот у Лукоила есть с чего. То есть, за счет экспансии в Африку. Там очень крутые проекты, уже действующие договора, уже действующие проекты и увеличение мощностей по этому направлению. То есть, Лукоил может увеличить свои денежные потоки путем разработки новых проектов в Африке. Ну и Газпром, конечно. Газпром, там, конечно, больше газа, но в долгую он очень интересный. Сейчас я Газпром, допустим, редко покупаю и много не жду, там прям чуть-чуть заработаю, скидываю, потому что у него сейчас непростые времена. А в долгую очень интересная история. Новотек, ну там газ. Вам нефть не нужна. Роснефть. Газпром нефть. Татнефть поменьше. Чем выше названной. Но тоже потенциал есть. Следующий вопрос. Добрый день. Ваше мнение по Казань, Оргсинтез, Префы, да, я так понимаю. Купил много, жду много. Реально ли? Зачем покупать много? Ну, я вообще не сторонник покупать много. Казань, Оргсинтез входит в мои допы. И тоже, кстати, у меня уже есть, но я уже нормально там профит сделал. Может быть, наоборот, скоро будут продавать. Много зачем? Ну, нельзя все ставить на одну лошадку. И даже половину. И даже четверть нельзя ставить на одну лошадку. Ну, что это такое? Ну, смотря, конечно, какой портфель. В пиратах бывает, мы много набираем. Но тоже далеко там не половину. И другая история. Казань, Оргсинтез входит в мои допы. Но, повторюсь, допы – это компании, которые я беру немного. Немного. Следующий вопрос. Привет, Антон. Дублирую с YouTube. Какой процент кэш от депозитов здесь сейчас? А сколько рекомендуешь? Ну, сейчас там около чуть меньше 20% на активном. На остальных по-другому. Но везде своя стратегия. Я вообще ничего не рекомендую. Я рассказываю, как есть у меня. Люди уже делают выводы. В разное время по-разному я варьирую кэш. И также это зависит, допустим, от вашей стратегии. То есть, есть стратегии, которые могут себе позволить вход в маржу небольшую. Есть, которые нет. От этого тоже многое зависит. Следующий вопрос. Добрый день. Ожидать ли выкрепление рубля в ближайшие 2-3 месяца? И что за этим может последовать? Ну, вероятность укрепления рубля в ближайшие 2-3 месяца больше, чем его ослабление. А за этим может последовать небольшое сдутие нашего рынка. Тоже вероятность. То есть, это повышает вероятность. Все-таки вот наш рынок очень хорошо держится. Но и как бы и доллар растет. Что будет с ним, когда доллар упадет? Большой вопрос. Конечно, он до сих пор недооценен. И в долларах, и в рублях. Но в моменте может быть небольшая коррекция. Ну, может быть. Опять же, нельзя говорить что-то со стопроцентной вероятностью. Или с нулевой вероятностью. Поэтому я как бы все время покупаю, продаю, покупаю, продаю. Рынок хоть вверх, хоть вниз. Я все равно зарабатываю, 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 зарабатываю. Перемалываю все это. Просто уровень кэша меняется в зависимости от вероятности. Следующий вопрос. СПБ биржа, будущее есть в средний срок? Цена сейчас неплохая. Что значит неплохая? Я помню, когда после февральских событий она полетела вниз. Она упала на 30%. Мне говорят, цена неплохая. Она упала в 2 раза, мне говорят, цена неплохая. Она упала в 3 раза, мне говорят, цена неплохая. Она упала в 5 раз, мне говорят, цена неплохая. Что значит неплохая? Неплохая цена это не размер падения, это величина потенциала роста. Вот как надо определять, плохая цена или неплохая. СПБ биржа недавно вернулась в допы, потому что дно, конечно, это понятие относительное, но ее капитализация по соотношению к ее денежным потокам уже позволяет, моделируемым денежным потокам, уже позволяет ее включить в допы. Но не в AER точно. Ну и в допах она у меня тоже одна из самых слабеньких, даже в допах. Ну если она там есть, значит на средний срок, на краткосрок можно на ней заработать. Но я не выделяю биржу далеко. В моем рейтинге, то есть в инвестиционном рейтинге ее нет, а в рейтинге допов она там чуть ли не последнее место занимает. Ну опять же, если она там есть, значит на ней как бы зарабатываю. Следующий вопрос. Здравствуйте, как вы относитесь к банку в Санкт-Петербург? Чем обусловлен его резкий взлет? Резкий взлет обусловлен резкими покупками. Покупки уже обусловлены некоторыми событиями, которые привлекли инвесторов. Ну конкретно банк Санкт-Петербург, он у меня в допах, я на нем тоже зарабатываю. И почему он у меня в допах? По одной простой причине. По динамике его выручки, динамике его активов, динамике его кредитного портфеля. Там очень хорошо с этим делом. Что-то вопросов накопилось очень много. Друзья, я по традиции не записываю длинные и нудные видео, чтобы вы от меня не уставали. Поэтому на какие вопросы я сегодня не ответил, просто продублируйте их. Я на них отвечу. Постараюсь. Ну на все сразу, в неделю не отвечал, но я не могу ответить. Все. Хорошего вечера. Пока.